И мы сможем не только пообщаться в прямом эфире Live, но и, так скажем, сохранить эфир, чтобы вы смогли его потом посмотреть на YouTube и во всех других каналах, где мы его сможем выложить. Друзья, давайте посоединяться к нашему прямому эфиру. Я, к сожалению, у себя на телефоне не буду запускать, потому что у Telegram есть определенная проблема. Когда идет эфир, ты смотришь другого аккаунта, есть проблемы со звуком, с картинкой. Надеюсь, что вы потихоньку подсоединяетесь. Я думаю, что оператор, может быть, нам будет подсказывать, что уже люди есть, наверное, в эфире. Друзья, у нас, на самом деле, сегодня такая приятная новость. Пока вы подсоединяетесь, я точно скажу, у нас даже сегодня даже несколько таких классных каких-то новостей. Ну, прежде всего, это, конечно, то, что мы открываем наш, ну, сказать, шашлычный сезон, наверное, будет слишком узко. То есть это какой-то такой сезон весны, лета, поездок на природу, встречи на даче, просто какого-то уютного общения с друзьями вечером. Понятное дело, что все это, наверное, было едой, зимой. Но вот сейчас, когда, конечно, на выходные обещают, что будет немножко прохладнее, но вот сейчас на улице тепло. Всю неделю тоже было достаточно даже жарковато. И мы вот сегодня, 14 апреля, конечно, с удовольствием запускаем наш старт, такой шашлычный сезон в целом в Кулк Левер. И начинаем, конечно, как всегда, с замечательных вин, потому что вино – это то, что, можно сказать, скрепляет, в принципе, и компанию, и гастрономическое содержание. И вот нам очень приятно говорить о том, что вот уже на майских праздниках осталось буквально две недели, чуть больше. И вот прямо... Но же все равно чувствует, что природа посыпается, побеждается. Да, я думаю, что наверняка уже многие были, взяли на дачах, там открывают какие-то, я не знаю, засаживают какие-то огурцы, и хочется вечером там что-то открыть, какую-нибудь прохладную бутылочку, пообщаться. Это все как-то очень приятно, и так по шашлычному, я просто сказал. То есть слово «шашлык», он такой какой-то более объемный, что если мы собираемся, кто-то едет на шашлыки, то, конечно, вместе со всеми, с компанией, с вином, с хорошими стоями. И так далее, и так далее. Но это недалеко не единственная новость у нас хорошая сегодня. Для тех, кто читает наш телеграм-канал, я думаю, что это не более таким открытием. Мы, во-первых, сегодня обновили наш календарь акций, обновили полноценно, много-много всего хорошего, вкусного. Но нет, наверное, даже главное. Мы вернули к нам в отдохне такую клевер-акцию «Классная пятница». Теперь она несет так классная. Она очень-очень классная, потому что, во-первых, скидки до 40%, при том, что бывает часто говорят, что до, на самом деле, 40% только на один какой-то напиток. Но в этот раз вообще у нас все абсолютно не так. Очень много разных напитков и крепких и вин со скидкой до 40%, не просто до 30%, 38%, 40%, несколько замечательных пунктов скидкой, 40%. Все можно попробовать, выбрать. Акции, единственное, что при покупке от двух бутылок, но там такие классные предложения, что хочется купить даже больше, 2, 3, 4, 5. Классный очень ассортимент. Можно, кстати, прорискнуть у нас ленту на нашу телеграм-каналу, найти основные предложения, перейти по ссылочке на наш сайт и увидеть, в принципе, вообще все-все-все, что предлагаем мы по акции «Классная пятница». А сегодня, так скажем, еще третья такая новость, но это тоже не новость. Открытие. Так, вы будете сегодня, надеюсь, смешно и весело, мы с Наташей много улыбаться, даже будем зашутить. Конечно, читайте ваши вопросы. Мы выложили последний пост буквально 3 часа назад, уже очень много-много комментариев, мы их скоро будем читать, смотреть вместе с Наташей, зачитывать самое интересное. Мы сегодня говорим с вами, друзья, о винтовых пробках. Тема винтовых пробок, на самом деле, она исторически, конечно, сложная, потому что есть определенные стереотипы, непонимания, вопросы, связанные вот с такой вот уборкой вина, винтовой пробкой. Мы сегодня, вообще, в принципе, наш эфир, так как мы стартуем в шашлычный сезон, его запускаем, назвали «От винта», «Пумс», открываем, от винта побежали. Говорим, так скажем, основа стержей нашей сегодняшней беседы, это именно такая винная пробка винтовая. Мы будем, ну, пытаться развеивать какие-то мифы, отвечать на ваши вопросы, рассказывать, в принципе, про ее преимущества, про ее недостатки. Будем говорить, в принципе, про ее существование, то есть что это, по большому счету, такое. И, конечно, будем пробовать 5 вин. Чем интересны эти вины? Прежде всего, тем, что они все 5 укупорены вот такой винтовой пробкой. И, по факту, наша сегодняшняя дегустация призвана доказать, что под такой винтовой пробкой уже давно в глобальном масштабе не выпускают какие-то странные, непонятные, невкусные вины. То есть все вины очень интересные. Даже вот, я сейчас держу рислинг из Германии с ценой, там, по-моему, 500-600 рублей по акции. А вины все очень интересные, несмотря на то, что они недорогие. И, конечно, еще, что очень важно, все эти 5 вин очень классно подходят для того самого сезона поездок на природу, шашлыков, хорошего настроения. Каждый из этих 5 вин, кстати, на 4 из них распространяется действие акции «Лучшая цена». Просто скидка. Вы можете прийти, купить бутылочку со скидкой. Конечно, одной, скорее всего, на природе где-то находится. Можете, в принципе, себе построить такую дегустацию тоже из 5 вин, например, если вы собираетесь с друзьями. Попробовать, поспорить, сделать какие-то выводы. И сегодня мы надеемся, что вы узнаете, особенно те, кто пока не так хорошо разбирается вине, надеемся, что вы узнаете чуть больше о винах с винтовой пробкой. И сможете, знаете, что-то типа из серии «Блеснуть знаниями» и соберете за столом с друзьями, будете рассказывать про винтовую пробку. Ничего себе оттуда. Ты это все знаешь. Это, в принципе, в какой-то определенной степени ценность тоже нашего канала, что мы пытаемся как-то рассказывать. А, Наташ, как, в принципе, ты относишься к винтовой пробке? Были ли у себя, может быть, какие-то предупреждения избавились от вин? Ну, сначала, конечно, как у всех, у меня были сомнения, потому что есть миф такой, уже теперь точно знаю, что это миф, то, что лентовые пробки, они недорогие каких-то, не очень вин, и, возможно, там хранятся они хуже, и вообще там, ну, сомнится у меня, скажем так, качество. Вот, позже я стала пробовать эти вина и удивилась, что, на самом деле, ничего такого нет, а сейчас даже многие производители, я стала замечать, что переходят именно даже к тем, кто не пользуется, скажем так, стандартная пробка, а начали переходить именно к винтовой пробке. И, собственно говоря, ничего такого страшного, теперь я в этом не вижу. И с удовольствием были вина с такими. Это, на самом деле, очень радостно, что действительно, наверное, за последние, я бы сказал, 5-6 лет отношение к винтовой пробке, оно изменилось в лучшую сторону, существенно в лучшую сторону, потому что я даже сам по себе вспоминаю, бывает, ты находишься в этом магазине, и люди как-то так с подозрением смотрят на винт, и, вроде бы, говорят, пусть я лучше возьму там, иногда даже берут дешевле вино, которое укуплено якобы натуральной пробкой, но такие лучшие мы не будем связываться с этим винтом. А смотри, я предлагаю, знаешь, начать с чего? В принципе, в целом вообще описать, что такое винт, как он, в принципе, устроен, здесь ничего такого сложного нет, но чтобы нашим вообще зрителям было понятно. На самом деле, очень многие думают, что винтовая пробка, это примерно как вот в бутылке с минеральной водой, просто металлическим, она уминивает, ну, разные были отходы на материалы, что это просто определенная, так скажем, железяка какая-то, которую ты просто открутил, и, в принципе, все-то на 2-8 минут. На самом деле, нет. Мало того, что вот эта винтовая пробка, она часто состоит, ну, из разных материалов в основе, то есть, иногда бывает алюминий, иногда металл такой больше фольгированный, то есть, все эти штуки такие разные. Мы сейчас посмотрим, у нас одинаковые 5? И, конечно, одинаковые 5-7 минуты, да. Под ним, и, кстати, был где-то вопрос. Кстати, да, друзья, задавайте ваши вопросы, у вас вопросов уже было очень много. Мы сегодня с Наташей. Мы сегодня выберем. Конечно, к сожалению, не сможем ответить и зачитать все вопросы, будем несколько бегло их просчитывать. Ну, самое интересное, точно зачитаем. было много вопросов по поводу того, как именно обеспечивается, так скажем, ну, во-первых, дыхание вина, а во-вторых, его, в принципе, сохранность. То есть тут фишка такая достаточно интересная. Так вот, пробка состоит из двух частей. Про первого мы проговорили. Это такой металлический лопачок, но самое интересное, кроется под ним. В большинстве случаев мы практически вселенные. Давай посмотрим. Вот мы, кстати, я уже не знаю, как это слышно или не слышно, когда я ломаю этот лопачок, там еще будет определенный звук. Но здесь этого не было слышно. Вот там не знаю, видно, находится такая которая сохраняет небольшую такую пленочку. Но здесь этого не видно. Она прямо на самом деле очень она микроскопическая. Это пробка. Я не помню точный материал. По-моему, он называется поливинилокалоридным. Она действительно микроскопическая и она обеспечивает не вакуум, она обеспечивает микроскопические дозы кислорода, которые проникают через вину в эти металлические уплотнители, которые будут проходить как вину. В чем фишка? Если вину создать полный вакуум, то она просто-напросто задохнется. Конечно, она проживет, может быть, там год, красный, два, не знаю, то есть здесь нужно смотреть. Но если кислород не будет поступать в вино, там процессы пойдут совершенно не тем образом, и вино просто-напросто испортится, испортится очень не так. Так вот, вот это полиенилклоридное, по-моему, можете меня поправить, если я ошибаюсь, вот эта пленка, она как раз обеспечивает попадание определенных, причем заложенных специальным компьютером доз кислорода, то есть эту пленку можно настроить техническим образом. Вот, и если, например, условно, мы можем спрогнозировать, что вино будет развиваться так или иначе, и ему нужны определенные дозы кислорода, мы настраиваем, ну, так скажем, заказываем в эту пропус этой пленку у производителя и укупливаем наше вино, а таким образом, чтобы оно получало в год определенные миллиграммы, микро, я уже не знаю, как там эти дозы кислорода оцениваются, чтобы они поступали в вино, вино не задыхалось, но в то же время, чтобы кислород туда попадал не так много, как, например, в лимонад, то есть который, в принципе, сладкий, срок годности его установлен, в любом случае, у вина остается неограниченная срок годности, понятно, что это вопрос такой достаточно условный, но у вина все-таки сохраняется неограниченная срок годности и даже, ну, если там будет бутылка из Италии, это достаточно серьезное вино, это не полечелло, такое вино можно даже, наверное, здесь почитать про потенциал, но здесь про потенциал не написано, но я думаю, что там 5, больше там, а у нас, как здесь в комментариях писали, что был опыт общения с пробковым, вот таким вином, там с 10-летней выдержкой, в принципе, ничего, никаких проблем нет, мы еще тоже об этом немножко поговорим, когда будут вопросы, да, в принципе, вполне красный вин с хорошим потенциалом могут под такой пробкой находиться, если не поврежден колбачок, потому что, как правило, если повреждается колбачок, повреждается и эта микроскопическая пробка, пленка, и тогда уже, конечно, могут быть какие-то окислительные процессы, если нет, то вполне себе никаких проблем не будет, а сегодня у нас первый, но, друзья, продолжайте писать наши вопросы, нам, в принципе, интересно, и мы потом, конечно, очень многое сможем прочитать и даже на что-то ответить потом письменно, у нас сегодня первое вино, это вино из Германии, такой аперитив, и наш большой хит, причем хит всех тусовок, поездок на природу, вечеринах, потому что очень, слушайте, когда у нас в офисе устраивали дни рождения, какие-то праздники, вот это вино Джимайер Рислинг просто, наверное, номер один для всех, потому что оно достаточно недорогое, но оно действительно очень классное качество, очень интересное содержание, это, знаете, это, наверное, в чем-то есть феномен у немецкого Рислинга, что даже за небольшие деньги можно получить вино просто невероятную. Воно, очень классно. Давай прочитаем, какой у нас вопрос может выйти пока ну, я думаю, что какие преимущества винтовой пробки в сравнении с обычной, ну, кроме очевидного удобства вскрытия, интересного вопроса. Ну, давайте уже, да, пойдем в более такие серьезные вещи, ну, а удобство вскрытия, это, то есть, штопор вам не нужен, но здесь, опять же, еще есть определенная практическая польза, вы можете, сейчас, достану, вы можете, в принципе, закрыть бутылку и убрать ее куда-нибудь там в рюкзачок, в сумку, если вам надо, ну, после эфира, например, если хочется, захочется допить эту бутылку, вы закрыли, удобно, у вас нигде ничего не протекает, опять же, если вы, например, где-то на природе, вы быстро, не знаю, сидите, начался дождь, вы закрыли, вы бежали там в дом, ничего, нигде не уронили, все нормально. Конечно, важно, давайте так, будем говорить про преимущества, которые, ну, вот прям важны для конечного потребителя, ну, еще, конечно, очень важна цена. Смотрите, у нас сейчас, в принципе, в мире ситуация сложилась таким образом, что, ну, не будем говорить про качество самой натуральной пробки, но цена более-менее адекватной пробки колеблется где-то в районе 30-60 евроцентов за штуку. Ну, можно найти там по 15, можно найти за 1 евро, ну, 1 евро это будет в каком-то таком невероятном дорогом пардосском мене, но вы себе представляете, даже 50 евроцентов, то есть по нынешнему курсу это там под 40-45 рублей, вы платите только за хорошую пробку и сколько это будет в итоге оборачиваться вам на полке. Понятное дело, что производители таких самых недорогих, используют пробки там 15-20, ну, я сказал, 20 евроцентов, это уже существенно меньше, но все равно, то есть вы платите за то, что впоследствии вы, конечно, будете выбрасывать. Это не очень хорошо. Такая пробка, если я не ошибаюсь, стоит в районе 1-2 евроцентов, то есть если заказывать в массовом количестве, причем их производят много, производство их не очень сложное. Раньше, если я не ошибаюсь, их производила только одна компания, которая находится в Австралии, сейчас их производят, в том числе и в Европе, и в странах нового света, поэтому они очень... Насколько я знаю, компании из Австралии название точно не сказано. Но вообще говорят, что Австралия. А недаром вообще в большинстве австралийские и новозеландские вины укупливаются в 80% случаев именно винтовой пробки. И еще одно преимущество, это, знаешь, для меня, Наташа, наверное, преимущество, такой номер один, это, конечно, отсутствие дефектов пробки. Слушай, да. Потому что, ну, я вина покупаю очень много, и все равно картина бытия, так скажем, настраивают на то, что каждая там 20-30 бутылка будет, ну, с натуральной пробкой, к сожалению, будет с дефектом, будет, как называется, коркнута, то есть корк, корковая болезнь. И это, знаете, всегда очень-очень обидно, когда вот ты хочешь там кужину открыть вот эту долгожданную бутылку, ты открываешь, она испорчена, и это, ну, разочарование просто какого-то мирового уровня. И, слушай, у меня даже в последнее время бывает такое, что, я не так понимаю, два-три месяца не попадалось ни одной больной бутылки, я такой, ну, скоро этот момент проведет. Так сказать, я уже сделаю. Да, то есть это такой, ну, опять же, это разочарование. То есть, понятное дело, что, кстати, поддохни у нас, друзья, можно вернуть испорченное вино, это, в принципе, хорошая такая правильная практика для хороших магазинов, продающих вино. Только самое главное сразу засовывайте, закупливайте эту пробку обратно, ставьте куда-нибудь в холодильник, вино не выливайте, оставьте. Конечно, понятно, что это неприятно, но жизнь такая, что случаются такие моменты. И просто приносите нам в магазин, пишите заявление, мы рассматриваем, как правило, такие заявления очень быстро, и в большинстве процентов случаев возвращаем вам деньги. поэтому не бойтесь возвращать именно такие откровенно испорченные порты металлина. Ну и, конечно, не выпивайте всю бутылку, потому что иногда бывает такое, что выпито там 80% и говорит, а ну, по-моему, что-то какое-то больное. И так тоже лучше не делать. Так вот, когда у меня стоит в холодильнике бутылка, ну, бутылка с рейслерга, с винтовой пробкой, и я на 100% уверен, что оно будет снимать все в порядке, если дыма свежая, все окей, я вообще не паюсь, и прям все очень-очень классно. Ну что, давай попробуем рис, он как раз мы уже ответили уже на пару вопросов. Что он аромат? Аромат классический, да, очень такой приятный здесь. В принципе, ничего такого сверхсложного нет. Это, конечно, яблоко. Причем яблоко, можно сказать, как зеленое, так и желтое, такое уже спелое. Я часто говорю, что присутствуют такие какие-то легкие полиграфические нотки, похожие на свежую вот эту страницу журнала, но это больше в аромате. Персик, безусловно. Персик, мектарин. Ну, такой приятный вкус. Вино, кстати, полусухое, но за счет того, что рислинг это сорт, который обладает высокими показателями по содержанию органических кислот, конечно, баланс у него прекрасный, то есть, есть остаточный сахар, сластинка едва-едва заметная, она такая больше, ну, именно фруктовая, это прям вот сластинка такого хорошего, приятного фрукта, не знаю, какого, ну, просто едите там какое-либо, такое яблочко, сочность, не все классно, но кислотность добавляет свежести, потому что, если бы ее не было, вино бы казалось несколько плоским. Ну, слушай, здесь такое вино, на самом деле, что его даже, вот знаешь, я бы сказала так, что лучше просто прям брать и пробовать. Да. Это даже не надо описывать, его просто надо пробовать. Это, опять же, такая очень доступная цена, которая, ну, особенно вот в преддверии лет, вот майских праздников, ну, у нас это вино продается, предлагается в коллекции СМГ уже, если я не ошибаюсь, порядка 4-4 лет, ну, там 3 лет точно. Могу ошибаться. Думаю, наверное, около 3-2 с половиной. Ну, вот, да, то есть, мне кажется, третий год уже точно пошел, потому что в 2019 году уже точно было. Ну, в любом случае, это находка. Да. Ну, я к чему говорю, что столько лет, оно пользуется такой огромной популярностью, что когда мы только там ставим плитакцию, все равно. Ну, и качественно. Да. То есть, ты всегда, покупая такую бутылку, ты не смеешься, что там будет вот именно, и открывая уже готовый год, и, то есть, каждый раз, собственно говоря, открываем уже с лишним сезон, и, да, заметно, что у нас всегда есть это вино, и каждый раз качество одинаковое, никаких потерь нет. Это, кстати, очень крупный производитель, называется Moselland, и эта компания действительно славится тем, что выпускает недорогие, демократичные немецкие вина, по очень хорошим ценам, и качество максимально стабильное, максимально вот такие задержательные. Давай, может, еще прочитаем вопрос. Может быть, ближе к началу, там, в принципе, были такие вопросы, такие основательные. Давай вот прям ответим на первую, так вкратце, а как правильно хранить вино с винтовой пробкой, и здесь как раз будет таиться, еще одно, наверное, такое преимущество. Смотрите, когда мы имеем дело с натуральной пробкой, ну, это, в принципе, не миф, это действительно правда, что вино лучше хранить в горизонтальном положении, потому что пробка, ну, продукт такой органический, ну, натуральный, и ей требуется постоянный, ну, постоянный баланс микроклимата, чтобы влага подходила с одной стороны, там, где вино, и снаружи тоже, потому что в воздухе есть определенная влажность. Если мы оставляем пробку без влияния того самого вина, то есть вот в таком вертикальном положении, то она постепенно, постепенно засыхается. Понятное дело, что здесь, кстати, недавно у нас был спор в Телеграм-канале, ну, такой небольшой, по поводу как раз хранения вина в горизонтальном положении, даже говорили, что буквально за год за два пробка иссыхается. Ну, на моей практике, в принципе, 3-4 года, никаких проблем, даже иногда 5, кто-то говорит, там, 7 лет, проблем, в принципе, не возникает. Но ситуация бывает абсолютно разная, одна пробка больше подвержена высыханию, другая меньше. Что касается винта, то здесь, в принципе, никаких требований к положению бутылки нет. То есть мы будем сохранить... Вы можете тоже внести в пинт, да? Да, вы ее можете сохранить вертикально, горизонтально, немножко по диагонали, но самое главное, это стандартные правила хранения, отсутствие солнечных лучей, и желательно стабильная температура, можно в пределах от 15-ти градусов, внести 2 грамм. И еще, кстати, есть тоже один интересный момент по поводу хранения такого вина. Здесь тоже, и, по-моему, были такие вопросы. Сколько его можно, в принципе, хранить? И вот мы как раз эту тему затронули, и вот на моей практике, в принципе, если, давайте так, если мы говорим о демократичном, недорогом вине, вот под шашлычный сезон, под обычной нашей приседелки, в любом случае, мы, как правило, в большинстве случаев покупаем вино до 3000 рублей, примерно. И вот в таких ситуациях, в принципе, не так важно, и если вы, конечно, не планируете храниться вино дольше трех лет, то есть если вы его купили, планируете, по возрежнему будущему его выпить, то, в принципе, никаких проблем, то, что вы купили вино на винте, вы его там храните, как вам удобно. Опять же, замечу, что нельзя, чтобы была очень высокая влажность, то есть, конечно, где-то в подвале, в сыром. Такое вино лучше не хранится, потому что вот этот металлический клубачок, он все равно повердается коррозией. А коррозия повреждает вот эту защиту в этой пленке, и вино, конечно, может пристрадаться. Наташа, я думаю, я думаю, что мы можем перейти потихоньку к Испании. Просто прям сочеталось. Это вот как раз вопрос от Андрея. Я вот тоже про вопрос, что даже запрещают иногда закрывать на винт. это вот пробки. Это Сергей, по-моему, да. А, ну да. Вот. И, соответственно, очень просто интересно, насколько люди погружены в тему вина. Да, действительно. Почему, несмотря на очевидные преимущества винтовой пробки, вино, начиная с определенного уровня, не закрывают на винт. Вот это, кстати, вопрос очень хороший. Еще раз скажу, что первый это Джимайя Рыслинг. Хит, просто хит всех хитов. Давайте так, пока я сейчас... Смотрите, у корковой пробки, натуральной пробки, есть два весомых преимущества. Первое преимущество, оно такое больше, я бы сказал, имиджевое. Все равно, когда мы говорим о хорошем статусном вине, которое, ну, просто вот, оно такое. Понятное дело, что все равно в общей такой эстетической картине мы бы хотели, чтобы оно было куплено натуральной пробкой и тем более, если оно дорогое, мы можем себе это позабоить и так далее, и так далее. Конечно, этот момент эстетический, исторический момент пожеланий, так скажем, самого хозяйства. То есть, если там был что-то про Австрию, если какой-то австрийский крупный исторический производитель выпускает винно, известный на весь мир там очень каким-то элементированным тиражом и вот хочет получить какую-то определенную картину, то, конечно, винт это ну, винт это не совсем такая имиджевая, не совсем эстетическая вещь. Натуральная пробка, конечно, в этой теме работает лучше. Ну и второй момент. Конечно, так скажем, в сферическом таком вакууме, где у нас идеальные условия хранения, идеальные условия повлажности, все правильно это сохраняется, конечно, корковая пробка позволит нам хранить, развивать и правильно ставить вино в течение очень долгого времени. Если, например, мы будем говорить опять же про немецкий рислинг, какой-нибудь сладкий коллекционный из драгоценных крюшных виноградников, который, например, может храниться, ну, знаешь, там, даже по 40, по 50, иногда даже вскрывают рислинг, потом 70, 80 лет. Понятное дело, то, что в таком случае винт, он по-любому поржавеет, он в большинстве случаев будет подвержен каким-то дефектам, ну, и просто не даст вину развиваться правильным образом. То есть здесь, прежде всего, конечно, вопрос эстетики имиджа, второй вопрос, это, ну, мы в России, конечно, не всегда храним винт долга, ну, далеко мы всегда храним винт долга, у нас нету культура погребов, у нас в целом не всегда есть погреба, а, конечно, для Европы, где, ну, огромные там партии вина закладывают в длительное хранение, а в коллекции для перепродажи, тут, конечно, все работает немного по-другому, и уже вот винтовая пробка в Казахстане будет. Я считаю, некоторые вопросы невозможно не улыбаться. Почему итальянские футболисты в дни матча пьют вино? Что оно улучшает? Я, кстати, я не знал, что итальянские футболисты в дни матча пьют вино. Я, в принципе, предполагаю, что итальянцы вообще очень часто пьют вино. Так, друзья, у нас второе, не будем затягивать, чтобы не отнимать у вас много времени. Мы редко о нем говорим, но на самом деле это очень интересный производитель, это винодельня, которая называется Бадеба Свинь и Пинья Елена. Владелица этой винодельня, ее зовут Елена Пачек, и как раз, грубо говоря, в честь нее, в честь ее семьи, большой, очень такой дружной семьи, названо вино фамилия Пачека, а в линейке не одно белое, там есть еще красное в Инстрии, есть розовое вино, но мы сегодня пробуем белый, такой легкий, стопроцентный Айрен из региона Умилия, такой южно-южно-испанский. В принципе, сорт и регион. Вино тоже очень доступное, я смотрю, он цвет уже такой более насыщенный. Даже как вообще лично, надо сказать, выражать 19-й год. термофорт по яблокам. У вина такой насыщенный, я бы сказал, оттенок такой, знаешь, фруктового салата и яблоко уже немножко карамелизировано. Потому что первое просто прямо это яблоки. Даже ты сказала, что мы вот сибрит обоимы. Вот есть какой-то такой, знаешь, нюанс, как у сибра. Здесь, конечно, за счет того, что регион южный и сорт не такой высококислотный, здесь, конечно, вкус такой более, но он более плотный. Кислотности намного меньше, то есть он уже не кажется таким свежим, то есть вино уже здесь такое, я бы сказал, густое. Вот, кстати, знаешь, вот уже по гастрономии, если мы про первый рейслин говорил, что это вино лучше набрать там какой-то на аперитив. В принципе, у нас есть такой, не то чтобы термин, такой внутрикорпоративный мем называется пока жарится шашлук. То есть, что мы делаем, что мы готовим, что мы бьем, пока жарится шашлук. Это какие-то закуски, просто общение. Вот как раз пока жарится шашлык, это вот первый майор рейслин, когда шашлук уже готов, это может быть свинина, птица, индейка, сейчас очень популярно. Я бы даже сказал, что это, конечно, полстейки, наверное, не подойдет, но если в принципе у вас какая-то нежная телятина, то по большому счету такая лепочек очень даже будет неплохо. Давай посчитаем еще какой-то один вопрос. Давай. Я думаю, что много всего было интересно. Давай все-таки больше про вид, потому что много, конечно, вопросов других. как отличить поддельный пробку от настоящей? Ну, в принципе, это как. Такой вопрос слабиноватый. На самом деле, сейчас практически нет проблем ни с поддельным вином был, кстати, такой вопрос я сейчас видел, не с пробками, потому что, во-первых, в России работа с тем не горит, и очень сложная действительно система привоза и сертификации вина, поэтому, если вы приходите в магазин, в любой, то шансы, что вы купите неподдельное вино, равны практически стопатам. Числи вкус вина для пробки? Нет, на самом деле, нет. В принципе, можно даже какое-то очень такое ценное вино, если вы не планируете его долго хранить, укупорить именно винтом, в принципе, ничего не будет страшного. Приятно, читай, что пайк, наш хиты. Амикон, это да, не в коробке много лучше, чем... Да, кстати, был вопрос, бывает ли такое, что в каких-то коробках, в бибах, вино лучше, чем, ну, а в бутылках. Бывают, да, такие случаи, когда действительно отправляются в биб, в коробку вино очень неплохого уровня, оно, конечно, становится существенно лучше, чем недорогие, ну, самые такие базовые стекляки. Тогда почему люди впервые закупали винтовую палку? И кто ее создатель? Смотрите, я вам сейчас точно не скажу, когда это точно было, если не ошибаюсь, это был конец 80-х, начало 90-х годов, как раз это, по-моему, было в Австралии, то есть это вот австралийская компания, которая долго достаточно занималась разработкой такой пробки, а в Австралии это было необходимо, потому что как раз это время 80-е и 90-е годы было временем расцвета австралийского виноделия, когда замечательный Гислинг из Австралии, из Ландии в том числе, они столкнулись с проблемой, что вести пробку, которую в большинстве случаев производили в Иринейском полуострове в Португалии, как правило, вести очень долго, дорого, пробки подвергаются высыханию, представьте, в Португалии на корабле, в Австралию вести эту пробку стоило каких-то космических денег, а в Австралии производили много вина недорогого, простого, и, грубо говоря, они сами говорили о том, что пробка иногда стоила дороже, чем у нас содержимое основное бутылки. И, конечно, сами австралийцы были сильно заинтересованы в производстве на такой пробке, и одна из компаний выкупила, по-моему, все разработки, которые были во Франции, в Германии, в США, по этим направлениям, буквально за несколько лет выпустила такой прототип, такой винтап, быстро все это запустили. То есть там не было какого-то изобретателя, что вот какой-то один человек только изобрел. То есть это был полноценный коммерческий проект, не помня название компании, можно забыть, так вот они ее разработали, запустили в производство и в реализацию. Сначала в Австралии, в Новоизеландии, потом это пошло на страны Нового Света, в Южной Африке, куда тоже было долго и дорого вести пробку, или там уже в Чили. И вот спустя сколько, 20-30 лет, конечно, пробка приехала уже в Европу, и я обращаю внимание на то, что все больше и больше людей в Испании, уже в Италии, и во Франции, можно сказать, в таком народе вина, как явление. Еще интересный вопрос, что какое самое дорогое вино на университет подалось вам в вашей практике? Слушай, на одной из выставок я видел и пробовал как раз австралийское вино. Слушай, я сейчас боюсь собрать, сколько бы оно стоило на полке, но, по-моему, его закупочная цена была в районе 19 долларов. И, ну, так, если... Ну, смотрите, это на полке точно было бы не меньше там 3-4 тысяч рублей. То есть, это был австралийский... Это был дорогой австралийский расход. А, ну, слушайте, наверное, сейчас, в принципе, много можно найти и дороже. есть ряд таких знаков, так скажем, в Австралии и в Новой Зеландии, к слову, производители, которые... Да, кстати, да, я видел, наверное, не могу сказать, что пробовал вина где-то в районе 7 до 12 тысяч рублей, тоже под винтом, но это все тоже австралийного Зеландия. Слушай, что у нас Юля обижается, что мы на вопрос не отвечаем. Давай ответим. Вот давай последний вопрос задем. Почему тогда в магазине вино хранят вертикально? Ну, смотрите, вино хранят вертикально в магазине, потому что оно там не хранится долго. Ну, опять же, у нас не все вина хранятся вертикально, у нас есть так называемые кресты на тех полках, где вина из коллекции Семилиград, с миллигран-при, там вина уложена горизонтально. Те вина, которые стоят, ну, так называемые первые эти фейсинги, они вертикальны, но скорость обращения таких вин, ну, очень высока, то есть, в принципе, я не думаю, что какие-то из этих вин задерживаются там дольше нескольких месяцев, даже самые какие-то дорогие, и понятное дело, что за, там, даже за полгода, год в таком вертикальном положении хорошую вину, вот, хорошей пробкой ничего не будет. Понятное дело, что это вообще не в растягивании года, но ничего страшного нет. Можно даже, наверное, еще на какие-то вопросы ответить. Давай ответим. Из какого сорта виноград делают позу вина? Ну, вопрос, конечно, не совсем, да, такой офф-топ. Ну, давай ответим. Такой по-лучшке офф-топ. Из какого, делают, как правило, розовые вина делают из красных садов винограда. А почему? Потому что кожица у красных виноградов темная, и, соответственно, очень удачно крашивает мякость. Мы, кстати, будем еще пробовать розовый вина с красным виноградом очень в темную. Я надеюсь, Юля, у нас больше не обижается. Я думаю, что раз такой вопрос задали, значит, нужно уже перейти к дегустации следующего вина. Это вино тоже очень дорогое, абсолютно доступная цена, но это уже чили. Вино называется Альбарадо Розе Сера. Это розовое вино из винограда сорта Сера, очень такого плотного, мужественного сорта, но вот, тем не менее, мякоть у Сера, она абсолютно прозрачная, такая серо-белого цвета. И для того, чтобы окрасить его в такой сложный на самом деле цвет, он кажется немножко даже каким-то таким то ли брусничным, немножко в кирпичный, оранжевый какой-то тон, достаточно непродолжительного контакта с мезвой, то есть с кожицей, с посточками, виноградью. очень такой интересный ров. Ну, тоже какие-то больше ягод такие вот, Причем эти ягоды такие, знаешь, какие-то давленые, вот ягодное пюре такое. Точно, больше ягод, конечно, кажется, это красно. Знаешь, потому что даже сера. Кстати, вкус, знаешь, такой, я бы сказал, все-таки сера. Чувствуется, что само по себе вино сильное, вино с таким хорошим, правильным содержанием алкоголя, то есть оно достаточно, такое, в принципе, богатое по наполнению. Срежа, с чем бы ты его сочетал? Вот здесь, знаете, кстати, не зря, ну, это было так задумано, я сегодня поставил третьим именно розовое вино, при том, что плотное розовое вино из винограда сера, что если вы, к примеру, не хотите пить красное вино, либо там очень жарко на майские праздники уже будет, либо у вас в принципе нет настроения на красное, хочется чего-то прохладного, такого свежего, но в то же время у вас стейк, у вас там, ну, баранина, какие-нибудь, у нас тут есть замечательные там колбаски из баранина, с таким стейк, спрянтой травами, вот, розовое вино максимально универсальное по гастрономичности, то есть это, конечно, не розовый прованс, который такой тоненький, который можно подать в лучшем случае с какой-нибудь красной рыбой, здесь, конечно, нет, то есть такое вино, оно вполне себе будет сочетаться с грудами из мяса, в том числе из красного мяса. Вот, смотри, Сергей пишет, купил килограмм гребешка, какой сегодняшний вид лучше всего подойдет? Не ужин, жду ответа. Однозначно, Майер и Рислинг, Рислинг очень здорово сочетается с мыльпродуктами, с гребешком, к слову, то, что он полусухой, как раз перечеркнет вот текстуру такую немножко сливочную, гребешка будет очень здорово. Так, давай расскажем, что сейчас происходит. Есть ли страны, где запрещены винтовые планы? Нет. Нигде не запрещены. нигде вроде как в Библии не написано, что нет. Немножко шучу, а в принципе в винтовой пробке нет ничего страшного, то есть я не понимаю причину, по которой уже можно запрещать. Пишет Юля, что розовое вино такое пробовало, и очень понравилось. Давай попробуем еще откатиться немножко в начало, прежде чем мы перейдем к красному же вину. Ну, кстати, это такой правильный какой-то заход перед красным вином. тут много что-то изобретения. Почему нельзя понижать грамот? Вина под линтовой пробку на 5 июля спрашивают, хуже, чем под корку? Нет, здесь все в принципе зависит от вина. Как прокачать все это? Больше пробовать. А все ли вины улучшаются с возрастом? Нет, далеко не все. Как правило, с возрастом улучшаются вина, но в большинстве случаев это относится к красным, к белым, к розовым, к грамотам. Я скажу так, это, наверное, будет какое-то базовое определение, что улучшаются с возрастом красные вина с высокой кислотностью и с высоким содержанием ферментов. Они, например, и прочее. Слушай, очень приятно читать и я тоже понимаю, что у людей есть какое-то настроение такое же веселье, знаешь, больше шутить, больше каких-то, знаешь, каких-то позитивных голосов. Да, очень-очень-очень здорово. Давай, да, еще вернемся к началу. Как употребление вина с винтовой пробкой должно влиять на самооценку употребляющего? Сирюш, как он у тебя влияет? Ну, слушайте, я, в принципе, никогда сильно не переживаю, что у меня на столе вина с винтовой пробкой, то есть, в принципе, моя самооценка не страдает. Давай еще посмотрим. Здесь, как всегда, был интересный вопрос, по-моему, про игристы Ирина. Так, буду вообще шить лучше. Слушайте, много, вопросов. А вот, да, Екатерина спрашивает, вопрос, какая-то классная, бывает ли икристы и вино с винтовой пробкой? Я написал там уже где-то в комментариях отчасти, но действительно, смотрите, бывают, ну, грубо говоря, мы все вина, которые кажутся моими икристами, можем разделить на несколько, грубо говоря, на два вида. Первый вид это где те самые пузырики углекислоты появились естественным образом, то есть в результате брожения в чане, в бутылке, ну, это мы уже неоднократно рассказывали классические, резервуарные метки. И второй способ это, ну, просто газация как в лимонаде, то есть добавление углекислоты с помощью устройства, которое в бутылке называется сифон. Так вот, например, в той же самой Италии мы можем говорить про Просека, про там, Френчо-Корту еще что-то, самые-самые базовые вины, но все-таки где углекислоты появляются естественным образом, они называются скуманта. Те вина, которые дозированы, они называются фризанта. Красивое такое название. Так вот, вина фризанта, там давление углекислоты очень низкое. То есть элементарно, в принципе, как в лимонаде. Поэтому нет ничего страшного, если мы фризанту купим вот такой вот пробкой, и в принципе ничего плохого с ним не произойдет. Давление там, по-моему, одна, две атмосферы, по-моему, одна вот в большинстве случаев. Если же мы говорим, конечно, про просыпку, если мы купим такую пробку, это будет прям фиаско. Так вот, да, игристые вина, вы можете, в принципе, я вам даже спрошу больше, иногда бывают игристые вина вот в таких вот руках, ну, те самые фризанты вот с такой пробкой, то есть вы даже, если не вчитаетесь в этикетку, не сразу поймете вообще, с чем они идут. Так, еще что-нибудь, да, посмотрим. Да, у нас сегодня еще два красных вино, потому что мы практически стараемся на все ответить. максимально. У нас третье, область уже четвертое вино, это красное вино из Южной Африки. У нас сегодня, кстати, все пять, в принципе, те разные стран у нас Южная Африка, и это просто хит в нашей коллекции, линейка Фудпринт. В линейке сразу несколько вин, мы сегодня пробуем пенотаж. Почему? Ну, потому что пенотаж, наверное, чуть ли не лучше всего подходит вот такие посиделки с мясом, с какими-то мясными запусками. Слушай, даже вот интересная эко-составляющая, можно ли давать линейки в копки или работать? Ну, этого я, к сожалению, не знаю. Видимо, нужно накопить очень много, чтобы... Так интересно рассказывать, если вам придется покупать все ваши пять ингредиентов. Это интересное решение. Да, да. Тогда попробуем что-то листать, может быть, что-то найдем интересное. У тебя уже, мы, кстати, да, мне сегодня подарили два подарка по 10 тысяч кем за лучшие вопросы. Я думаю, что у нас, наверное, появились уже такие первые претенденты, мне кажется. Вначале, по-моему, были такие интересные. Ну, вот, заметь, вот, пока ты листаешь, мне понравился вот этот вопрос. Интересно. Так, вот здесь мы отвечали на эти вопросы. спрашивают, про делать какого металла. Тоже договорил. Дальше мы смотрим, проникнуть в эту прокровку может или нет. Ну, я говорил подзавод. Слушай, Сережа, как ты много вопросов уже ответил. Ну, да, мы в целом, в принципе, вложили. Да, все, здесь все. Ну, да, спрашивают, сколько времени можно хранить вскрытое уже вино с винтом. Но здесь принципиально ничего не меняется. То есть, если вы вскрыли вино, как мы часто вы ему лучше сразу добились, но в целом там до двух, трех, некоторых, даже до пяти дней в принципе их можно хранить в холодильнике. Опять же, удобно заткнуть, даже не заткнуть, а закрутить такую пробочку, нежели вставлять натурально. Интересный, кстати, интересный вопрос. Если человек, производитель, начнет выпускать именно с винтовой пробкой и не разоряться и произвести что-то. Слушай, там на самом деле вопросы, на самом деле мне кажется, конкурсом было являться, на самом деле креативный вопрос. Почему бы и нет? Слушайте, ну а вот если штопор, не так, что штопор все уже купили, никому новую штопор уже не нужен. Кому нужен новый штопор? Ну, может быть, есть люди, которые коллекционируют штопоры. Либо сломался. Либо сломался. Ну, я думаю, что производители штопоров скорее всего делают либо потерялся. Скорее всего, производители штопоров делают не только штопоры, поэтому они нагонят на каких-то ножах, на ногах. Да. Ну, конечно. У меня их три, прежде всего. Ну, ты видишь? Ты спросил про аромат. Мне кажется, что аромат очень здесь такой типичный для шераза. Это немножко такие какие-то плотные фруктовые тона, типа сливы. И я здесь даже улавливаю... мы здесь недавно проводили такое обучение для нашего персонала и пробовали пенантаж другого производителя из нашей коллекции и нашли оттенок, во-первых, похожий на реальный банан. Мне кажется, у нас здесь тоже есть, знаешь, такие вот бывают банановые чипсы. Ну, да. И говорят, что еще арбуз для пенантажа тоже характерный. Я, в принципе, об этом тоже много читал. Я не могу сказать, что я прям здесь так отчетливал и нечто подобное, но вот а слива такая прям плотная-плотная с такой вот красной мякостью и банановые чипсы и немножко чего-то такого ступового, что в сухих дракх приоритет. Да, там спец. Бывают еще какие-то на кофе, но здесь все-таки нечувствуют. Ну, кофе больше характерно все-таки для пенантажа и выдержанного. Ну, все равно бывают такие, знаешь, полтамана. Ну, интересное вино, оно сдержанное, но в то же время по-новосветски яркое, сочное такое-то. И куда? Почему? Ну, слушайте, вот здесь вот, мне кажется, вообще пенантаж и баранина, ну, часто говорят, что пенантаж это пронилья, но мне вот очень нравится сочетание пенантажа и баранина, потому что баранина в самом себе мясо такое с интересным, таким каким-то натуральным, естественным вкусом, особенно если вы приготовились со специями, то пенантаж будет здорово сочетаться. Со стейками, мне кажется, меньше. То есть, к стейку хочется чего-то более классического. Здесь же, опять же, может быть, если вы любите готовить, знаете, шашлыки, например, какие-то неординарные, то есть барану, там с какими-то прялостями, там еще, не знаю, добавляют, видимо, очень много все эти барананы, уксусы, вот яркие, то здесь, мне кажется, вполне себе это будет интересно. Тут пишут, что звук откручиваемой пробки менее аппетитный, чем звук открываемой корковой пробки. это вопрос. Ну, кстати, нет, потому что, ну, обычно, когда открываешь вино штопром, там, то есть фонг, добрый вечер. Это полдега. А здесь, когда откручиваешь такой какой-то звук, такой более продолжительный, то есть, хрум, 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 а коробки ровно. Не знаю, тут сложный момент. Пишет нам Иван. В чем секрет у итальянца открытие шампанского кинжала не на Новый год открывалось таким образом итальянец в Риме. Сохраним даже видео. Слушайте, я думаю, что эта тема, конечно, не совсем итальянская. Вообще, мы сейчас вообще ушли от момента куда-то, но, в принципе, пробки, есть пробки. Есть такая тема, как собраш, это открытие игристого вина вообще чем-либо каким-то предметом. В данном случае кинжалом изначально это собраш, это вообще сабля. Это пошло все, в принципе, из России еще со временем эпидемиона. Это когда открывают по шву, бутылку отбивают вот это сочленение у игристого вина, где вставляется пробка. За счет того, что там есть давление углекислоты достаточно большое, там до 6 атмосфер. Можно тинжалом можно иногда даже открывать. Пробу? Да. Ну, не бокалом, но пробу. Если до мечтала попробовать, мне все страшно. Ну, сейчас достанем. решаю, если вам видно, с винтовым пробками необычный бутылок. Слушайте, нет, на самом деле, как правило, все стандартно. То есть, пробка либо бордовской формы, либо бургунской формы, ну, такой, более круглый у нас, к сожалению, нет сегодня дегустации, либо вот такая флейта, как у нас была. с рислингом в принципе ничего такого особенного. Ну что, давайте выберем первый вопрос, который нам больше всего понравился. Давай, выбирай, а я пока буду открывать. Можно я оставлю тот вопрос, если я вы найдете? Вольполичелла от Зене, это, кстати, уже Италия, причем достаточно статусная, то есть, здесь вино уже стоит дороже 1000 рублей, причем без акций существенно дороже 1000, по акции, по-моему, 1100, 1200, а Вольполичелла это классика, Вене, это классика северо-восток Италии, сразу три сорта винограда, такой классический бленд, это Карлина, Родинелла и Гулинара, такая итальянская песня, вино благородное, вино объемное, круглое, и уже, наверное, будет идеально подходить, если вечер где-нибудь на веранде подходит немножко к концу и хочется чего-то такого. Ну что, ты выбрала такое? Да, мне нравится. Это вопрос от стат100, наш, постоянный комментатор. Какое самое дорогое вино на винте попадалось вам на вашей практике? Да, действительно, очень интересный вопрос, спасибо, что нашла. А стат100, мы вас благодарим, во-первых, за активность, вопрос очень интересный, мы у вас уточним номер вашей карты по укрейбер и с удовольствием начислим вам 10 тысяч кембер, чтобы вы могли сделать себе приятную скидку на какое-нибудь хорошее вино. Обратим, кстати, внимание на то, что цвет вылечал такой типичный. Что очень приятно, что стали возвращаться акции. мы рады, что классная пятница тоже вернулась. Ну что ж, вылечила уже такая немножко шоколадная, вишневая. У меня, кстати, знаешь, ассоциируется почему-то, вот я сейчас расскажу с Новым Годом, вроде бы, мы сейчас говорим шашлычный сезон. У меня именно такая ассоциация, знаешь, какой-то такой прохлады, такого прохладного вечера, почему я рассказал про Новый Год, потому что вот эти шоколадно-ванильные оттенки, такие легкие, напоминают какой-то вот такой шоколад то ли из календаря какого-то. Ну, это же одинаковое, ну, а ассоциация разная. А у меня, знаешь, какие-то ассоциации, ну, вот парк осенний такой, наоборот, этот листва, под лесок, да, он такой под лесок, и вот, например, ну, что-то такое, может быть, ну, у меня прямо вот есть ассоциация такого какого-то то ли бельгийского шоколада, ну, в общем, шоколада с большим содержанием ванили, но я не скажу, что ваниль здесь доминирует, то есть, это все-таки отдельный тон именно шоколада с ванилью, отдельный тон вишни и вишневой косточки, ну, да, отдельный оттенок, ну, я бы сказал, что, в принципе, он достаточно простой, наверное, это, в принципе, прекрасные ягоды. Ну, только когда оно пока начинает развиваться, то есть, видосоставляющие, а вот первое, но он именно кубетит. Ну, кстати, знаешь, во вкусе оно такое очень, я бы сказал, ну, я люблю такое слово букетистое, когда ты не можешь разложить вино на какие-то составляющие, вот у него есть просто такая полная картина, это специи, но специи, они такие больше сладкие, может быть, даже немножко и корица, есть корица, оттенок сухофруктов, причем сухофрукты, знаешь, такого свежего чернослива, есть тон, слушай, я бы даже сказал, каких-то оехалых вафель, что ли, интересно, ну, сразу чувствуется, что оно в какой-то степени землистое, потому что вы получили в зене, они, в принципе, выращивают эти сорта на таких крупных камнях, иногда даже бывают белые камни, давайте я тоже выберу, раз мы, в принципе, сейчас в эфире, выберу какой-то вопрос, мне, в принципе, понравилось, встречный вопрос, где прятать себя на от мужа, а зачем прятать себя на от мужа, купите больше, пейте в действие, как бороться с винтофобией, слушайте, на самом деле, вопрос не так прост, как кажется, не так смешон, как кажется, на самом деле, многие люди боятся действительно вина на венциан, почему, потому что ждут, что там, возможно, будет что-то неинтересное, что-то дешевое, что-то очень простое, я бы сказал, что однозначно лучший способ борьбы это себя перебороть, купить одну бутылку, причем, знаете, желательно купите не самый простой, не самый дешевый, ну, хотя бы что-то такое, а попробуйте, и вы поймете, что в бутылке, у нас вот есть, например, я часто говорю, одна из моих любимых вин, ломон шардоне, шардоне, которая укупливает цветовую пробку, она живет по 10 лет, здорово развивается, это, ну, на мой вкус, одно вообще, в принципе, из лучшего. Я надеюсь, это будет очень классно, если кто-то вот из вас сегодня, например, в первый раз вообще, ну, не сегодня, может быть, в ближайшие дни купят вино под винтовой пробку и развеют для себя стереотип, то уже не зря мы сегодня собрались. Слушайте, столько на самом деле интересных, ну, таких необычных вопросов. Что, я набрала первый вопрос, который тебе тоже понравился? Ну, да, нет, на самом деле, очень много, очень много разных. Слушай, давайте все-таки вот этот вопрос Екатерины, мне тоже очень понравился, бывает ли игристое с винтовой пробкой, то есть он такой, какой-то вот с ног на голову поставил, на самом деле, даже в нашу сегодняшнюю беседу, потому что действительно бывает игристое с винтовой пробкой, может быть, об этом кто-то не знал. А Екатерина, мы тоже вас поздравляем, попробуем, надеемся, что вы тоже наш подписчик, наш постоянный зритель, гость, отдохни. А Екатерина тоже мы вас уточним чуть попозже, сегодня вечером или завтра номер вашей карты и тоже подарим вам 10 тысяч кеннелей на приятную скидку, либо, в принципе, на 10 тысяч кеннелей можно даже купить одну из бутылочек нашего сегодняшнего эфира и что-то попробовать. Друзья, на самом деле, всем огромное спасибо, давайте я еще раз повторю, что мы сегодня запустили. Первое вино было Джимайер Рислинг, замечательное белое вино из Германии, второе мы пробовали испанское фамилия Пачеко, 100% Файрен, замечательное вино, которое подойдет в том числе и к мясу, плотное, такое, но изящное, в какой-то степени, разы Альбарада Сера, тоже было очень-очень интересно. А красный вино мы открывали демократичным, доступным, но очень достойным футпринт Пинотаж. Классная, кстати, линейка, попробуйте белые вино в том числе из этой линейки. И завершаем вот с бокалами замечательный выгодичел и от Зене, очень вкусно нам оказалось описывать это вино. Практически на все исключения этого футпринта Пинотаж действуют акции, акции улучшает цена, то есть можно прийти уже сейчас все попробовать, со скидкой приобрести. Не забывайте, что у нас с вами стартовала классная пятница, очень много классных напитков. Простите, да, с хорошей скидкой до 40%. Календарь акций тоже обновили, много-много всего. Новинки в том числе у нас пришли замечательные, можно прочитать у Наташи в Инстаграме, хоть многие-то уже не заходят, к сожалению. Мы тоже уже написали, а о чем-то еще напишем. В общем, друзья, оставайтесь с нами, оставайтесь в пол-кревер, приходите к нам в отдохни и всегда пейте хорошее вино, не бойтесь стереотипов, винтовых пробок, встречайтесь с друзьями, готовьте шашлыки, приходите к нам со замечательными продуктами, шашлыками, колбасками, закусками, всем пока, спасибо, мы выходим из эфира. Спасибо.